Более восьми месяцев прошло с начала работы общества с ограниченной ответственностью Экотехпром по сбору твердых коммунальных отходов в Славянском районе. Срок для переходного периода немаленький, но этот период, судя по всему, затянулся, и это приносит реальные неудобства славянцам. Беспокоят это проблемы и представителей власти. Подробности в следующем репортаже. Состоялось расширенное заседание рабочей группы Комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма в режиме видеоконференции. В совещании приняли участие депутаты ЗСК, представители всех заинтересованных служб Славянского района, общество Экотехпром, краевые специалисты. Учитывая большое количество жалоб славянцев по этой теме, поступивших в адрес депутатов районной и краевой власти, к деятельности регионального оператора у жителей есть обоснованные претензии. Считаю работу в Экотехпромах в Славянском районе не удовлетворительно. У меня накопилась целая папка обращений граждан, квартальных, лично я за последний месяц четырежды был в городе по работе, хотя я был жителем города и там прорез. Поскольку работают за кадром Славянского района, они каждый день бывают четырех моих визитов. Три визита – это неприглядная картина на улице города, когда примерно в районе 15 часов еще пакеты сложенной любви на улицах уходят там животные, тормошат эти пакеты. По сообщениям в квартале иногда это на день-два растягиваются. Экотехпром недавно публиковал некий график, я бы его в четырех кавычках взял, который дает такой люфт в четыре часа на уборку мусора, но этот люфт на несколько делающих. Не удовлетворительный график вывода. Также Виктор Чернявский отметил, что работа с гражданами оставляет желать лучшего. Есть очереди в офисе компании. Возникающие проблемы не решаются в оперативном порядке, несмотря на то, что руководство района делает все возможное, чтобы снять эти острые вопросы с повестки дня. Глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул, что качество работы регионального оператора не отвечает современным требованиям. График вывоза не всегда соблюдается, контейнеры из-за этого переполнены, санитарный порядок в городе нарушается. По расчетам нам необходима для вывоза со всего района расчетная потребность новых контейнеров. 928 нам поставили 352 контейнера, обыграли это тем, что какой-то процент от суммы реком установлено. Не знаю, правда это или не правда, пытались разбираться. В общем, 520 контейнеров грубо не хватает. На сегодняшний день мы по горячему пытаемся приобретать эти контейнера, тратим на это дело деньги. На это уходит время. И, наверное, крайняя позиция, которая меня довелит, что с 1-го 12-го 2021 года они практически хотят полностью отказаться от вывоза ТКО бестарным способом. С территории Петровского, Протокского, Кировского сельских поселений Славянского района с использованием тракторной техники. То есть они хотят перейти на контейнерный вывоз. В этих сельских поселениях преимущественно гравийные и даже грунтовые дороги. Так что вывоз мусора возможен лишь с использованием тракторов. Жители не смогут нести мусор на большие расстояния до контейнеров. В результате конструктивного разговора было принято решение комиссионно в составе депутатов ЗСК и специалистов администрации Славянского района, Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, представителей Экотехпрома, выехать в поселение района, оценить ситуацию по логистике, обеспеченности контейнерами, соблюдению графика вывоза. Это поможет принять действенные меры по устранению недостатков и обеспечить качественное оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в Славянском районе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.